Поиски будут остановлены. Искать пропавшего в Одесской катакомбе Константина Успехова под землей больше не будут. За период поисковых работ в них приняли участие около 120 специалистов. Они тщательно проверили более 300 километров подземного лабиринта. К сожалению, потерявшегося молодого человека так и не нашли. Всегда сложно принимать решения. Это останавливать поиски. То есть сказать о том, что дальнейших поисковых работ под землей это лишнее потерянное уже время мы не можем. То есть, конечно, всегда хотелось бы человека найти, где бы он не пропадал. На море, это или в катакомбах, или в лесу, или где угодно. Но сегодня, используя еще данные профессионалов, которые сегодня спелеологов, которые сегодня знают наши катакомбы, мы уже должны подходить к тому вопросу, что поиски надо останавливать. Я даже не ожидала, что могут быть организованы поиски, какие масштабы у моего сына. Сделала, наверное, все, что возможно. Я всем благодарна, всем любителям, профессионалам. Пока что МЧС и правоохранители разрабатывают другие версии исчезновения 21-летнего Константина Успехова, который 7 января ушел самостоятельно в катакомбы и до сих пор не вернулся. Разрабатывалось много действительно версий. Одна из версий была такая, что человек пришел на свое место, на свою базу, оставил свои вещи, вышел на поверхность, зашел в другой вход, для того, чтобы найти под землей выход именно к своей базе. Вторая версия, насколько мне известно, он любил заниматься плаванием в холодной воде, то есть проживать, как у нас любят говорить, мог выйти оттуда, к морю непосредственно, пойти покупаться, потом вернуться назад, мог утонуть. Версии масса.